Реконструкция Ленинского мемориала продолжается. Напомним, в ноябре прошлого года в Госдуме внесли поправки в федеральный бюджет о выделении 2 миллиардов рублей на ремонт объекта культурного наследия в Ульяновске. 942 миллиона из них пойдут на ремонт фасады и кровли мемориала. Сейчас рабочие активно демонтируют гранитные плиты с фасада. Из 7 тысяч квадратных метров сняли 4. Демонтируют мрамор из колонн. Из 50 плиты сняли с 39. Мрамор весь с колонн, который в целом виде мы складируем, но отправили на исследование на месторождение, для того, чтобы они дали свои характеристики, можем ли мы его повторно использовать или нет. До 10 края 15 ноября демонтажные работы по мрамору должны закончить. Вся модернизация здания рассчитана на три года. С ходом реконструкта знакомился губернатор Сергей Морозов. Главе региона доложили. Повторная экспертиза мрамора показала. Между плитками и самим фасадом залит бетон, который работает во вред мраморной плите. Он разрушает ее и ведет к отслоению из-за слабой паропроницаемости. Мы предлагаем уйти от мокрого фасада и сделать вентилируемый фасад. В этом случае мы делаем тепловой контур снаружи, как в принципе это положено. Делаем защитный воздушный зазор и делаем враморную плитку. В таком случае фасад будет составлять цельную систему, как и было задумано архитекторами. Проблема воздухообмена решится. И спустя еще полвека мемориальный комплекс не потребует нового ремонта. Кстати, после ремонта Ленинский мерял внешне останется прежним. Новый мрамор, как и 50 лет назад, поставляют из Челябинской области. Никто ничего не хочет ни украсть, ни ужулить, ни оптимизировать. Хотят все сделать так, чтобы это здание было, может быть, даже лучше, чем он в первозданном состоянии находился. По крайней мере, сегодняшние новые технологии позволяют сделать его легче, сделать его теплее. Сергей Морозов также просил заменить лавочки, которые находятся на площади перед Ленинским мемориалом, и асфальтную плитку. По мнению губернатора, такая инфраструктура давно изжила себя. Ринат Алиулова, Данил Сурков. Новости Уллправды ТВ.